О том, что существуют курительные смеси из трав, обладающих психотропными свойствами, Европа узнала относительно недавно. Вообще для России это своего рода новинка. Ароматические курительные миксы начали свой подход на нас всего 3-4 года назад и, скажем прямо, весьма преуспели. Некоторое время их употребление даже было легальным, но условная легальность превращается в ложную уверенность в безопасности спайсов. В действительности же вред курительных смесей довольно велик. Сегодня в эфире программы «По существу» мы решили затронуть именно эту тему. И у нас в гостях Ирина Булыгина, главный нарколог Чувашской республики. Ирина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Один за другим города России пополняют тревожную статистику. Случаи отравления курительными смесями даже иногда с летальным исходом зарегистрированы и в Кирове, в Сургуте, Хантамансийске. Что же все-таки произошло? На фоне общей заболеваемостью наркоманией у нас резкий всплеск на территории Российской Федерации потребления курительных смесей, так называемых синтетических канабиоидов. И мы видим, что только за предыдущую неделю Киров и Кировская область захлебывали 150 человек за сутки, 6 из них с летальным исходом. Далее пошел Сургут и Хантамансийский округ. Ежедневно в больницу скорой помощи поступают до 30 человек. Такая же ситуация в близлежащих городах. И понятно, что Чувашия здесь не исключение. К сожалению, с 25 числа у нас тоже отмечается всплеск потребления этих так называемых курительных смесей. Вообще, согласно утверждениям самих продавцов, курительные смеси – это благовоние, которое никоим образом не вредит организму. Ведь, как они говорят, все это на естественной основе и растительного происхождения. При этом документов, подтверждающих проведение экспертизы в Роспотребнадзоре и говорящих о безопасности потребляемой продукции, нет. Мысль о том, что вред курительных смесей неоспорим, напрашивается сама собой. Каковы же признаки отравления? Мы должны четко понимать. Испокон веков бабушки нам говорили – не ешь волчьи ягодки, козленушком станешь. Вот вам натуральное вещество – ягоды волчьи. И дети боялись их потреблять. То есть натуральное может содержать вещества, которые оказывают токсическое действие на организм. А вот то, что мы говорим про курительные смеси – это не только натуральные вещества. Но и к этим веществам, к формуле этих веществ присоединяется какой-то хвостик, который синтезирован в лабораториях наркобизнеса. И тогда это, вроде бы на первый взгляд, безобидное вещество приносит ущерб колоссальной здоровью организма. И вот сегодня так сложилось, что сегодня на наркорынке с каждым днем, с каждым годом появляются новые вещества. И здесь ситуация такая, что эти вещества тогда, когда начинают ущерб оказывать здоровью организма, проходит время, пока их включат в список наркотических веществ. И поэтому часть этих курительных смесей уже отнесена к наркотическим веществам. И продавцы несут юридическую ответственность. А вот именно дельцы наркобизнеса, меняя какой-то хвостик у формул этого вещества, делают новое вещество, синтезируя его для того, чтобы косила смерть наших молодых людей, оно пока не включено в список наркотиков. Должно пройти определенное время. И сегодня стоит вопрос о наделении Федеральной службы по контролю за наркотиками, полномочиями по наделению вот этих обязанностей по запрещению новых курительных смесей. То есть я правильно понимаю, они все равно не полностью растительное происхождение, они естественно включают в себя. Конечно, они включают синтетические тетракидроканабиоиды, которые обладают токсическим, прежде всего, действием на нашу психику и наше состояние здоровья в целом. Угу. Так. Такой вопрос. Возникает ли привыкание к подобным препаратам? Какая сила воздействия и какое влияние вообще на радио человека оказывает? Если бы раньше говорили, что нужны определенное время для того, чтобы стать зависимым, вот эти препараты, то есть современные синтетические препараты, вызывают зависимость с первой дозы. Вот в чем опасность. И второй момент. Одной дозы может быть достаточно для того, чтобы жизнь прекратилась. Либо она прекратилась как жизнь биологического субъекта на нашей планете, либо это погибнет мозг человека, и он не будет личностью. У нас сегодня очень много случаев, когда лица потребляют так называемые курительные смеси, а затем их место – психиатрическая больница. Потому что вот эти вот вещества, соединяясь с рецепторами мозга, вызывают психозы, и эти психозы будут носить хронический характер. Вот что страшно. Поэтому попробовал человек один раз, просто так, для того, чтобы все в жизни испытать. А дальше два пути. Либо это зависимость, он полностью сидит на крючке. И мы сегодня по вот этим новым препаратам видим, только откачали. А он уже к вечеру опять наглотался этой дури. То есть это о чем говорит? Что высокая наркогенная активность этих препаратов. Этим занимаются дельцы наркобизнеса. Понятно, что это делается в лабораториях наркобизнеса, в том числе и за пределами Российской Федерации. И второе, конечно, вот эти вот новые синтетические препараты, которые захватили Сургут, Кировскую область, и в том числе и Чебоксары, не исключение, они вызывают судороги. Раз. Второе – остановку дыхания. В-третьих, они вызывают расстройство сознания. Человек становится опасен для себя и для окружающих. Возникает выраженная тахикардия, а потом, когда они выходят из состояния одурманивания, все это сопровождается диким плачем и, соответственно, диким страхом, где они могут совершить поступки, которые приведут к несчастному случаю. Это и падение с высоты, это и, значит, нанесение себе каких-то повреждений. И вот вчера по российскому телевидению проходил репортаж, как раз показывали вот лиц, которые в состоянии одурманивания, которые дико плачут, бьются в истерике. И самое главное, потом они этого уже не помнят, что с ними было. Поэтому это страшный препарат. И поэтому большая просьба к жителям населения, к жителям нашей республики обратить внимание на своих детей, обратить внимание на группировки, которые скапливаются в подъезде, в гараже. И особенно вот среди этих лиц, это в основном лица молодого возраста. Максимальный возраст – это 18-20 лет. Таких у нас 90% из количества всех, которым была оказана медицинская помощь. А вот что делать, если обнаружили, допустим, у близкого человека признаки? В первую очередь это вызывать скорую помощь. Потому что здесь промедление и смерть подобны. Потому что действие токсическое еще полностью не изучено. Препарат новый на рынке Российской Федерации. Поэтому чем быстрее скорая помощь, тем быстрее будет оказана квалифицированная помощь. И здесь, я надеяться на авось, ни в коем случае нельзя. Все-таки я вот правильно понимаю, получается, производство этих препаратов – это в основном за границей? Конечно, конечно, нет. Это я не могу утверждать. Это не мои полномочия. Но в основном все эти вещи распространяются через сеть интернет. И в основном они идут из-за рубежа. Ужас какой-то. Вообще, какие последствия ждут всех подсевших на подобные препараты? Я уже сказала, ничего хорошего. Останутся живы, будут расстройства памяти. Будет расстройство памяти, будет нарушение интеллекта. Будет нарушение интеллекта. Человек в трудоспособном возрасте не может творчески жить, не может творить. Соответственно, он будет требовать оказания медицинской помощи вплоть до инвалидизации и хронизации процесса. Поэтому ничего хорошего не ждет. Поэтому всегда мы должны иметь меру ответственность за сохранение своего здоровья. Нам жизнь дает самое главное богатство – это наше здоровье. И поэтому образ жизни – это основа всех основ. И поэтому я призываю жителей нашей республики к тому, чтобы берегли свое здоровье, ценили его и делали все для того, чтобы жить долго, счастливо и без болезней. Медицина здесь играет только 10%, а образ жизни – это основа всех основ. И поэтому будьте очень внимательны к себе, к своим близким и никогда не идите на поводу. Секундочка хайфа будет стоить потом всей испорченной жизни. Ну что, спасибо большое, Ирина Евгеньевна, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, сегодня мы общались с главным наркологом Чувашской республики Ириной Булыгиной. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»